Ситуацию с таксистами-нелегалами на вокзале Чита-2 управление государственного автодорожного надзора прокомментировало. Оказалось, лицензии водителей такси они не контролируют, отслеживают только общественный транспорт. Его же контролирует и комитет транспорта краевого ментера. Так кто же тогда занимается контролем лицензии частного извоза? Видимо, никто. А вам здесь можно стоять? Нет. Нельзя? А почему стоять? Платите. Платите? А кому платите? ГАИ. ГАИ платите? Серьезно? Нет. И давно у вас все продолжается такое? Ну платим, да и все. Поймают, а штрафуют и все. А, ну штрафы платите получается, да? Да, штрафы платят, да. Сотрудники ДПС поделились с нами только цифрами и статистики. Сколько, кого и за что. На данном участке в районе привокзальной площади сотрудниками ДПС за 9 месяцев текущего года привлечен к ответственности 81 водитель по части 1.1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств, а равна остановка на указанной полосе в нарушении правил дорожного движения. В дальнейшем работа на данном участке будет продолжена путем периодического контроля. В итоге все на своих местах. На первой полосе от вокзала под запрещающими знаками, словно сознательно идя на нарушение ПДД, стоят такси. Или не такси. Ни одной лицензии на извоз мы не увидели. Сотрудники ДПС осуществляют периодический контроль. Но после того, как экипаж уезжает, оштрафованное такси возвращается на прежнее место. Беспокоиться не о чем, ведь сумма штрафа войдет в тариф для будущего пассажира. Что же по этому поводу думает исполняющая обязанности сити-менеджера Читы? Это очень дорого. Да и нельзя так над людьми-то издеваться. Это издевательство полнейшее. Люди на последние деньги приезжают в медицинскую комиссию пройти, либо к врачу. Он на последние деньги приезжает, тысячу отдает таксисту. Ну это что такое? У них самих-то совесть-то есть. А он нету. Будем заниматься этим, безусловно. По такси мы готовы выехать. Я не буду говорить, когда мы, наверное, проверочку тоже устроим с ГАИ. Но письмо мы подготовили. Сегодня отправим начальнику ГАИ города и начальнику полиции города, чтобы все-таки там поставили. Либо вы же заметили, у нас вот возле Удакана, где-то возле филармонии, стоит пост ГАИ постоянно с мигалками. Попросим, чтобы поставили. Теперь возле вокзала все-таки дежурство организовали. Ситуация с такси на первой полосе будет повторяться вплоть до реконструкции при вокзальной площади. Ведь даже наказать по лицензии сейчас некого. Получается, что органы власти, те, которые выдают это самое разрешение, могут контролировать только тех, кому это разрешение выдали. Понимаете? А вот эти лица, о которых вы говорите, они этого разрешения не получали. И такая правовая коллизия возникает, что раз мы не получали разрешение, то мы и не подконтрольны. Их на линии может контролировать только ГИБДД. Вячеслав Барницкий, Анастасия Шадлина, Николай Шумков, ЗАП-ТВ.